О главных новостях Украины и мира узнаете в подробностях в студии Екатерина Лысенко. Здравствуйте! Сегодня в выпуске. Трагедия в Италии. В Генуе рухнул автомобильный мост. Десятки людей погибли. Что стало причиной обвала? Снова теракт. В центре Лондона кто сбила пешеходов? Что известно нападавшим? Очередь смерти. Пациенты, нуждающиеся в трансплантации, годами ждут операции за границей. Почему Минздрав перестал выделять деньги? На вывоз тоннами в Запорожье задержали крупную партию нелегального янтаря. Куда самоцветы отправлять хотели? Ситуация на Донбассе обостряется. Пальбы все больше, калибры все крупнее. Сегодня боевики открывали огонь уже 19 раз. Из запрещенных орудий били по нашим позициям в районе Мариуполя. Впрочем, неспокойно сейчас практически по всей линии фронта. Подробности знает наш военкорий Елена Баглай. Сергей чистит свое оружие после вчерашнего боя. Начался он еще засветло. Не успели пограничники закрыть пункт пропуска Майорская. И вот сегодня снова посреди дня слышны выстрелы со стороны позиций боевиков. Бойцы молниеносно занимают позиции. Пока наблюдают. Пытаются определить, откуда ведется огонь по ним. Там Террикон стреляет, да? Или спит Террикона? Террикон. Что это? Кулерент Калашникова. Взыв Терриконом. Судя по звуку, веером. То есть по декольких позициях. Вот с такой стрельбы боевики посреди дня развязывают бой поблизости от КПВВ Майорская. Ну, зараз они больше тут стреляют. Зараз что называется? Что за зброя? Какая зброя про СССР? Пульметы, ПКМ в основном про СССР. 12,7 бывает. Стреляют российские наемники с огневых точек на Терриконе, где уже окраина Горловки. Достаточно прицельно и достаточно низко стреляют. В пост попадают, рядом с бойницами попадают. Под пулеметной очереди боевики делают несколько выстрелов из гранатометов. Был прилет. Если что, если что, то не спать. И вот, когда уже слышны разрывы пуль о ящике и мешке наших укреплений, пехотинцы открывают ответный огонь. Тишина продолжалась недолго, полчаса. И в нашу сторону снова летят пули. Начавшийся засветлый обстрел вчера закончился уже ночью. Из минометов боевики расстреляли соседних три села. Отработала одна батарея, два точно было слышно, как работало. Отработала двойка в одном направлении, потом вторая двойка отработала в другом направлении. Потом поменялись. Там лента я зарядил. Вот и сегодня, едва стихла стрельба, бойцы сразу заряжают магазины. Стараемся, да. Бо кто его знает, что тебе будет. Ирина Баглая, Андрей Костюк, Руслан Ревюк из Донецкой области. Подробности телеканал Интер. Новая санкция Конгресс США опубликовал текст законопроекта об очередных ограничениях в отношении Российской Федерации. В случае принятия закона, американцам будет запрещено покупать российские облигации. Кроме того, сенаторы предлагают запретить операции с рядом крупнейших российских банков и заморозить их собственность в США. В список попали в том числе Внешэкономбанк, Сбербанк, ВТБ и Газпромбанк. Кроме того, в рамках новых санкций против РФ США могут прекратить с ней дипломатические отношения. Об этом ранее писала Вашингтон-Пост со ссылкой на свой источник в Госдепе. Масштабная трагедия в Италии. В городе Генуа на севере страны обрушился автомобильный мост. В это время на нем и под ним находились много машин. Погибли как минимум 35 человек. 14 пострадали. Цифры не окончательные, ведь спасатели еще разбирают завалы. Помощь Италии уже предложил президент Франции Мануэль Макрон. Подробности этой ужасной аварии в материале Екатерины Кровец. Убил! Убил, Саня! Это произошло в считанные минуты. По словам очевидцев, в конструкцию моста Моранди во время сильнейшей грозы ударила молния. В результате центральная часть сооружения длиной почти в 100 метров рухнула на расположенные снизу железнодорожные пути. Вместе с конструкцией с высоты 50 метров упали автомобили и грузовики. По нашим данным, на мосту в момент обрушения находились от 30 до 35 легковых автомобилей и 3 грузовика. Погибли более трех десятков человек. Среди них ребенок. Еще по меньшей мере 8 человек госпитализированы. На место трагедии прибыли две сотни спасателей. Они считают, что под завалами могут быть люди. И число жертв и пострадавших может увеличиться. В Министерстве транспорта случившееся уже назвали, цитирую, огромной трагедией. А вице-премьер и министр внутренних дел Италии Матео Сальвини заявил, что в причинах трагедии будут разбираться самым тщательным образом. Спасибо сотням профессионалов, спасателей и добровольцев, которые часами оказывали помощь, молились о жертвах и их семьях. Обещаю, мы приложим все усилия, чтобы привлечь к ответственности виновных в этой ужасной катастрофе. Мост Моранди находится в эксплуатации более полувека. Последний раз ремонтные работы на нем проводились два года назад. А согласно доклада итальянской автомобильной компании «Аутострада Перлитали» 2011 года, конструкция уже тогда находилась в критическом состоянии. А ежедневный огромный объем трафика лишь усугублял ее состояние. Екатерина Кровец, подробности, телеканал «Интер». Очередной теракт в столице Великобритании у здания парламента в самом центре Лондона. Автомобиль наехал на пешеходов. Трое пострадавших больше расскажет Алексей Пшемызский. Инцидент произошел прямо здесь, напротив здания парламента. Как видно с камер наблюдения, автомобиль, который ехал в потоке, резко свернул в сторону и протаранил пешеходов и велосипедистов, ожидавших зеленый свет. Потом машина выехала навстречу, проехала еще около 100 метров и врезалась в ограждение уже непосредственно у парламента Великобритании. Как говорят очевидцы, автомобиль ехал очень быстро. Выглядело так, будто он это сделал нарочно, словно он все спланировал. Гнал очень быстро, свыше 50 миль в час. Влетел в заграждение на полной скорости. Инцидент произошел без 28 утра, в час пик, когда вокруг были сотни людей. Пострадали трое, двоих мужчин. Медики уже отпустили. Еще одна женщина с серьезными травмами до сих пор остается в больнице. Однако, по словам медиков, ее жизни ничего не угрожает. Водителя машины сразу же задержали вооруженные автоматами полицейские. Сейчас он находится в полиции. Его личность не разглашают, однако известно, что это мужчина 20-30 лет. Как говорят в полиции, раньше проблем с законом он не имел. Также не находился на контроле и у британской спецслужбы Ми-5. Мужчина был задержан по подозрению причастности к терроризму. Сейчас он находится в полицейском участке Южного Лондона. Принимая во внимание, что, вероятно, это был намеренный поступок, совершенный в очень значимом месте, мы расцениваем произошедшее как теракт. Задержанного сейчас допрашивают в полиции, в том числе и на предмет его возможной причастности к радикальным религиозным течениям. Адако сотрудничать с полицией, как говорят правоохранители, он отказывается. С самого утра после инцидента центр Лондона был перекрыт. Сотрудников парламента, а также жителей соседних зданий эвакуировали. Не работали несколько станций метро. Движение возле места инцидента возобновили лишь ближе к вечеру. До сих пор эксперты изучают автомобиль, на котором ехал нападавший. Однако уже известно, что ни взрывчатки, ни оружия там не нашли. Инцидент уже прокомментировала премьер-министр Великобритании Тереза Мэй. Она выразила соболезнования жертвам этого нападения и также поблагодарила правоохранителей за профессиональную работу. В своем обращении к нации она заявила, что на данный момент ни жителям Лондона, ни жителям Великобритании ничего не грозит. Из Лондона Сергей Дупинин, Алексей Пшемыский. Подробности телеканал Интер. Украина и Израиль в ближайшее время подпишут договор о свободной торговле. Такое соглашение стало результатом встречи Петра Порошенко и Зеева Элькина, министра по вопросам охраны окружающей среды Израиля. Кроме того, президент выразил беспокойство из-за того, что украинских граждан по разным причинам не впускают в Израиль, несмотря на действующий безвиз между странами. Он обратился к Элькину с просьбой урегулировать эту проблему. Деревья под надзором. Госаудитслужба начала проверки лесных хозяйств Украины. Об этом во время совещания в Кабмине сообщила глава ведомства Лидия Гаврилова. Выявляет схемы незаконного экспорта леса. Ранее такое задание дал премьер Владимир Грозман целому ряду министерств и ведомств. По словам чиновников, уже есть первые результаты. Экспорт древесины в прошлом месяце уменьшился втрое. Створена рабочая группа, в которую входят представители всех работников, которые соответствуют этого предложения. С 8 серпня уже фактически появились выходы на объекты, на лесовое хозяйство, на предприятие. Держгеокадастер сейчас занимается тем, что за допомогой космических снимков проверяет фактические вырубки леса из тех, которые должны были быть согласно с документами Держлесагентства. Есть также видимость о том, что экспорт древесины сократился благодаря этим заходам. Впрочем, не лесом единым. Другой популярный среди контрабандистов товар, янтарь, сегодня задержали в Запорожье. Столько солнечного камня в одной партии местные таможенники видели впервые. В мешках находились несколько тонн самоцветов. Куда его везли, узнавал Сергей Бордюжа. Такого улова у запорожских таможенников еще не было. Янтарь мешками. В среднем грануле бурштин, мешок полностью бурштин, вага мешка 30 килограмм. Значит, в этом мешке 30 килограмм бурштина. Солнечный камень контрабандисты спрятали в мешках с топливными пилетами. Где-то в перемешку с гранулами, где-то нет. Операция прошла в рамках программы по борьбе с контрабандой. Таможенники говорят, фура показалась им подозрительной, вот и решили проверить. Загрузили ее в Запорожье. По словам водителя, о контрабанде даже не догадывался. Ну откуда я знал? Вы что, ненормальный или что? Таможенники сообщают, фура направлялась в Европу. Через Литву Клайпеда до Великобритании Глазго. Сказать, сколько именно янтаря пытались перевезти, пока трудно. Вскрывать мешки здесь только начали. Чтобы осмотреть весь груз, фуру пришлось разгрузить. Всего около 20 тонн. Как янтарь попал в Запорожье и кто пытался переправить его в Шотландию, должно выяснить следствие. За перемещение, с приховыванием, отмытного контроля товара, конфискация и 100% штрафа от вартости товаров. Скажем так, рынковая вартость данного каминя складает килограмм 1000-1200 долларов в США. Мешки порядка 30 килограмм. На сегодня это одна из самых крупных партий контрабанды, которую обнаружили в Запорожье. Когда все окончательно взвесят и подсчитают, дело обещают передать в суд. Сергей Бордюжа, Игорь Воробий. Подробности. Телеканал Интер. Запорожье. Право есть, а денег нет. Украинцы, которые нуждаются в пересадке органов, умирают в ожидании операции за границей. Минздрав выполнять свою часть обязательств вроде бы и не отказывается, но и на финансирование не дает. Жертвами чьей игры становятся пациенты, разбирался Игорь Левенок. У меня по подсоткам было 98% из 100 кисткового мозга было вражено. Это Оксана Гергала. Ей 29. Мама двух детей. Младшенькой Варваре 4 года. Илье скоро будет 6. Мальчик уже понимает, что мама очень больна. Несколько раз в день малыши дарят Оксане волшебные обнимашки, чтобы хоть как-то поддержать ее. Вот так нежненько я обнимаю. В феврале Оксана узнала, у нее смертельный недуг, острый лейкоз. Врачи в столичной клинике не обнадежили. Сказали, нужна пересадка костного мозга. В Украине такого не делают. Да и шансы выжить мизерные. Я не могла дознать своих лекарей, что это рак, что это не рак, потому что я задавала вопросы. Мне только хитали головой и ничего не сказали ответственности. Потому что, наверное, они просто не могли сказать мне в очи, что я умираю. Но совсем по-другому состояние Оксаны оценили белорусские медики. Она не умрет, но ей нужна пересадка костного мозга. Цена жизни – 115 тысяч долларов. Сумма неподъемная, а счет идет на дни. Белорусские лекарства не доверяют результатам анализов других клиник, поэтому они провели повторное все обстеживание. И, как выявилось, диагноз у меня – миелоидный лейкоз М0. Сейчас в очереди Минздрава более полусотни пациентов, которым нужна трансплантация органов. Они ждут, когда государство оплатит дорогие операции за границей. Но деньги на лечение в бюджете уже закончились. Мы еще раз вертаемся к чиновникам. Пока вы в отпусках отдыхаете, эти люди ждут на ваши решения. От чиновников сейчас зависит конкретное жизнь, конкретных людей, наших украинцев. Закон гарантирует помощь каждому человеку, которого не могут вылечить в Украине. Но из-за недофинансирования онкобольные попадают в очередь смерти. Ждут полгода и даже больше. До операции доживают не все. У моего ребенка очень мало времени. Каждый день идет против нас. Но мозг, к сожалению, затягивает. И это очень страшно. Почему мы должны ходить на коленах, просить обычных людей, таких, как мы? Таких, которые в меже не тоже возможности. Незвычайно прикро. Очень хочется жить. В Минске Оксану Гергала уже могли бы спасти. В клинике остались деньги украинца, который не дожил до операции. Но наши чиновники никак не могут это согласовать. Какой будет судьба пациентов, нуждающихся в трансплантации? Об этом подробности спросили у Минздрава. Но ответа на запрос пока нет. Чиновникам нужно время, которым больные уже не располагают. Они обращаются к правительству с требованием срочно выделить деньги на лечение из резервного фонда, чтобы очередь смерти не продолжала расти. Игорь Левенок, Сергей Ведмидь. Подробности телеканал Интер. В Харькове появится новый онкоцентр. Старый в ужасном состоянии. Его помещения абсолютно не приспособлены для медицинских целей. Сегодня проектировщики показали, как будет выглядеть новое здание. Наши корреспонденты расскажут, что увидели. Ирина Шапкина приехала в Харьковский онкоцентр из Хривого Рога. Здесь проходит лечение. Говорит, хочется, чтобы условия были получше и для пациентов, и для врачей. Нужен ремонт. Конечно, я помню, крыша текла. Говорили, ремонт уже сделали косметический, но она все равно текла. Много всяких таких нюансов с туалетами. Полтора года назад в онкоцентр пришла новая команда. Молодые врачи своими силами отремонтировали операционные и искали, кто бы помог закупить оборудование. Онкологи рассказывают, работать приходилось на допотопных рентгенаппаратах. Анализы делали буквально вручную. В данный момент удалось эту ситуацию разрешить. Лаборатория работает не в ручном режиме. То есть есть возможность полностью контролировать все параметры этих тяжелых больных. Текущая кровля и плесень на стенах. Так выглядели палаты в радиологическом отделении зимой. Крышу отремонтировали, привели в порядок коридор, обновили и палату интенсивной терапии. Установили новый маммограф и рентген-диагностический комплекс. Но обойтись полумерами не удалось. Весной решили строить новый онкоцентр. В области наблюдается рост онкозаболеваний. Каждый год добавляется 2-2,5 тысячи людей к этому списку. Поэтому нужно спасать людей, нужно с этим бороться. Два основных момента. Это хорошая качественная диагностика, которая прямо влияет на процесс выздоровления. И хорошие условия. Будем поддерживать ремонтными работами и закупать новое оборудование. Однако нужно кардинально менять ситуацию. Место для современного онкоцентра уже нашли. Вот как он будет выглядеть. Врачи и пациенты будут постепенно переезжать в новые корпуса, не прерывая процесс лечения. А самое главное, центр проектируют, консультируясь с врачами. Если говорить о блоке интенсивной терапии или реанимации, и о операционном блоке, то это те помещения, в которых должны быть особые асептические условия. То оборудование, которое планируется в новом онкологическом центре, оно и позволит создать эти условия, оно позволит выполнять оперативные вмешательства. Власти ведут переговоры с Израилем и Японией, чтобы те помогли с оборудованием. Светлана Шекера, Александр Яновский. Подробности телеканал Интерхарьков. Культурные проблемы Киевской области дошли до парламента. Ими занялся комитет по вопросам соцполитики. Профильная комиссия приехала с проверкой в Белую церковь. Вчера мы рассказывали о конфликте в местном театре имени Саксаганского, но оказалось, что жителей намерены лишить еще и двух музыкальных школ. Это при том, что в городе их всего шесть. Мэр сегодня уверял, что закрывают их только на время для реконструкции, но родители опасаются, что учреждения могут так и не открыться. Чтобы решить конфликт, в комитете соцполитики намерены создать площадку для переговоров. Это очень известные на всю Киевщину музычные школы, которые складывают основу гуманитарного и культурного потенциала этого города. Я приехал сюда от имени комитета. Мы турбуемся очень серьезно от имени комитета вопросами защищения гуманитарной инфраструктуры нашей страны, культуры и инфраструктуры. Это десятки тысяч библиотек, это около пяти тысяч музеев, это тысячи театров по всей стране. Но самое главное, это 175 тысяч 342, кажется, работников культуры нашей страны. Мы соберем не только комитет, мы проведем в первом, может быть, в истории нашей страны комитет с батьковским комитетом этих двух штих. Новая попытка запугать руководство завода по переработке соин, Каховка Протеинагра. Сегодня в офисе компании прошли очередные опыз. Нашим корреспондентам удалось выяснить, кто на самом деле руководит действиями следователя генпрокуратуры и, возможно ли попытка очередного захвата предприятия, расскажут наши корреспонденты. Утро вторника. Неизвестные в штатском проникли в здание, в котором находится офис компании Каховка Протеинагра. Без объяснения причин потребовали предоставить им прямой доступ в офис компании. Собственники вынуждены были обратиться к общественникам стоп-коррупции, чтобы засвидетельствовать происходящий беспредел. Зашли четверо людей, оказали какую-то бумажку и сказали, что сейчас будем ломать дверь и изымать какую-то документацию. Мы оперативно сюда приехали, на месте действительно находились неизвестные люди, которые отказались представляться. Один из них вообще забежал в кабинет бухгалтерии, закрылся изнутри и все. Отказался с нами общаться. Мы попытались выяснить личности людей, которые намерены проникнуть в офис компании. Для выяснения обстоятельств активисты стоп-коррупции вызвали наряд полиции. Руководители компании разводят руками о следственных действиях. Их никто не информировал. И о решениях суда тоже ничего не знают. Впрочем, утверждают, подобные махинации следователь генпрокуратуры проводит не первый раз. Про следственные действия, которые могут проводиться в наших помещениях, которые мы арендуем, нас никто не информировал. Что здесь происходит, тоже неизвестно. Единственное, могу сказать, что до 31 августа все предприятие находится в простое. Все работники дома. Поэтому никого на предприятии нет на самом деле. Тем временем о готовящихся обысках знал адвокат рейдеров Андрей Богдан. Этот материал с его участием вышел недавно на одном из центральных каналов. Богдан, не будучи прокурором, открыто заявил, что дело переходит в другую плоскость. Тем самым продемонстрировал, что он курирует работу следственных органов. В генпрокуратуре об этом не заявляли. Сегодня эта справа из цивильных господинских судей перемещается в криминальную справу о подставке, мотиве выкрадения этого завода. Активисты утверждают, делом руководит именно адвокат Андрей Богдан. Более того, он влияет на ход следствия, так как Александр Буковчаник действует по его указке. К слову, этот следователь ГПУ не впервые проводит обыски на предприятии. Это видео с камер наблюдения, расположенных на территории завода по переработке сои. Напомню, зимой туда ворвались несколько десятков неизвестных в балаклавах избитыми. Они выбили входные ворота и заблокировали предприятие. И произошло это, как только следователь покинул проходную завода. На просьбу прокомментировать происходящее, адресованную госслужащему, мы столкнулись вот с такой реакцией. После вашего визита на завод туда зашли рейдеры, которые выдерживали его 10 дней. Объясните, пожалуйста, свои действия. На сегодняшний день работа прибыльного предприятия по-прежнему по неизвестным причинам остановлена. А руководство Каховка Протеин Агра опасается, что после очередного визита следователя ГПУ Александра Буковчанника возможно новая попытка рейдерского захвата объекта. Оксана Григорьева, Вячеслав Медведев. Подробности телеканал Интер. В Николаеве массово гибнет рыба. Местная рыбинспекция выявила почти 2000 мертвых бычков. Экологи предупреждают, это только начало. Можно ли спасти водоемы, выясняла Марина Михайловская. Лозунги на плакатах – главные требования, с которыми активисты пришли к зданию Николаевской обл. администрации. Поводов обратиться к властям достаточно. Очередная беда – в акватории Южного Буга массово гибнет рыба. А вот и доказательства – в пакетах дохлый таранька и бычок. Это катастрофа. Почему? Потому что реки настолько загрязнены, что просто даже туда заходить страшно, в эти грязные реки. Нет очистных сооружений. Канализационные стоки вот даже сегодня прорвалась тот же канализационная система. Куда это все пойдет? Это пойдет все в нашу речку. Экологи объясняют, такая ситуация наблюдается каждый год. Главная причина – жара. Температура воды повышается, выше 20 градусов намного. И с этим развиваются водоросли, понижается содержание кислорода в воде. Вот на сегодняшний день данная лаборатория показывает, что меньше в 40 раз нормы содержания кислорода в воде. При этом содержание сероводорода в 25 раз выше. Но участников акции такое объяснение не устраивает. Люди уверены, чиновники к этому настолько привыкли, что даже не думают об очистке акватории. Поддержал активистов и нардеп Сергей Рудык, который приехал в Николаев. По его мнению, необходим комплексный подход. Кроме ремонта очистных сооружений, нужно строго наказывать виновных. Ужесточение ответственности Сергей Рудык предлагает закрепить в новом законопроекте, который он зарегистрировал в Верховной Раде. Максимум, что может отримать злоумисленник – 3 года. А в большинстве – это административные штрафы, что происходит в Николаеве. Пятеро тысячи бичка оценили в штраф. И кому его выкладывать? В природе? Рыбам дохлым? Чи людям? А этого мало. А если человек будет знать, что ей святит 7 лет с конфискацией майна, он где-то раз подумает. После акции Сергей Рудык отправился в экоинспекцию, чтобы узнать результаты пробы речной воды. Но там ответили, запрос на проведение анализов никто не подавал. Это сделал нардеп. А пока специалисты будут изучать состояние воды, Сергей Рудык планирует продолжить инспектирование рек. Марина Михайловская, Алексей Уманский. Подробности – телеканал Интер Николая. Та же проблема и в Черкасской области. Берега реки Рось буквально усеяна мёртвая рыба. И дело тут не только в летней жаре. Экологической катастрофы можно было бы избежать, если бы не человеческий фактор, какой знают наши корреспонденты. Мёртвая рыба на берегу. Такое возле Корсуня наблюдается в середине августа каждый год. Александр Хоменко рассказывает, в конце прошлой недели Рось превратилась в настоящий могильник. Куча мёртвой рыбы. Любой. И больший, и меньший. Белая вся была речка. А всё из-за того, что в реке нет течения. Плюс цветут водоросли. Такого бы не было, считает активист Олег Собченко, если бы реку не сдерживал целый каскад ГЭС. Две электростанции арендуют частное предприятие, которое регулирует уровень воды. Но местные жители говорят, в течение здесь наблюдает всего 2-3 часа в сутки. Местные экологи уверяют, чтобы не утратить Рось навсегда, в ней должно быть хоть небольшое, но постоянное течение. Вот только арендатор ГЭС на уступки идти не хочет, сетуют чиновники. Узнать позицию арендатора нам не удалось. На звонки он не отвечает. А вот в госуправлении водных ресурсов реки Рось, которое и должно контролировать работу электростанций, по телефону нам сообщили, вины арендатора не видят. Мало того, уверяют, они вообще ни за что не отвечают. По факту гибели рыбы полиция начала уголовное производство. Чтобы выяснить, на самом ли деле ГЭС блокировало течение, следователи попытались получить журнал учета, но их не пустили даже на территорию предприятия. Футбольное поле с денежным покрытием. Общественные активисты зарегистрировали петицию с требованием выяснить, действительно ли чиновники ФФУ причастны к коррупционным схемам при строительстве футбольных площадок. Также общественники просят снять с должности главу федерации Андрея Павелкова. Все подробности в материале. Мы обратились и к президенту, и параллельно обратились к правоохранительные органы. Данная петиция набрала более 25 тысяч голосов. Проверить растраты из госказны, снять с должности главу комитета по вопросам бюджета и довести следствие о присвоении более 160 миллионов гривен до конца. Такие требования к петиции президента Украины выдвинули активисты организации «Инициатива будущего». По их данным, глава Федерации футбола Украины нарушает правила игры. В частности, при строительстве футбольных полей с искусственным покрытием. В тендерах постоянно побеждает одна и та же компания. И это не случайно. Проходят манипуляции и коррупционные деяния с компанией, которая выиграла тендер на покрытие футбольных майданчиков, штучные покрытия компании «ТОВФФУ Продакшн», которая имеет непосредственное отношение к главе Федерации футбола Украины Андрея Павелка. Выиграть тендер на постройку поля с искусственным покрытием для компании «ФФУ Продакшн» несложно, ведь все торги проходят в обход системы «Прозора». Необходимо уменьшить стоимость и работ, несколько занизить, и уменьшить стоимость приобретаемых материалов. Таким образом, они не попадают под лимит полтора миллиона гривен, они там выходят на миллион четыреста щем-то, и ни много ни мало заключают около 281 договора. Заключают их по заниженным ценам, но в итоге футбольное поле влетает в копейку. Стоимость уже готовой сертифицированной продукции искусственных полей, например, приобретенных в Европе, в Германии или в Турции, уже здесь с доставкой, с растаможкой составляла бы стоимость 9-11 евро. Их стоимость квадратного метра составляла 15-21 евро за квадратный метр. Не проблема и выделить деньги на строительство. Как известно, на двух стульях усидеть сложно, но вот на трех возможно. Вопреки украинскому законодательству Андрей Павелко занимает сразу несколько высоких должностей. Президент ФФУ, народный депутат и глава бюджетного комитета Верховной Рады. Налицо прямой конфликт интересов. Эта организация инициирует выделение денежных средств. И с другой стороны, он сам же ставит этот вопрос на обсуждение Верховной Ради Украины и принимает в нем участие и голосует за выделение данных денежных средств. Но отчитываться о них Павелко не любит. В НАЗК уже составили 12 протоколов о нарушениях в электронных декларациях чиновника. За следствием антикоррупционеров следят активисты. Несколько раз проводили акции протеста. Недавно мы проводили акцию от НЗК, в которой хотели показать тиск на НЗК от Андрея Павелко, президента ФФУ. Стосовно того, что НЗК провело переверку по его декларациям, соответственно, они нашли порушения, склали 12 протоколов. И почему-то их дальше не передают, члены НЗК их не продают дальше до НАБУ и до суду. Мы проводили акцию «Забей гол в НЗК», так как футбол и Тихо Андрея Павелко. Уголовное производство в отношении Андрея Павелко открыли и в НАБУ. Там заинтересовались строительством пресловутых футбольных полей. А именно участие в тендерах президента ФФУ. Андрей Кровец, Леонид Аборин. Подробности телеканал Интер. Больше новостей, как всегда, на нашем сайте. Подробности в ЕАИ. А в прямом эфире увидимся уже завтра. Я желаю вам хорошего вечера и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин